Совсем немного осталось до Нового года и кое-кто уже приготовил подарки для своих близких. Но можно сказать с уверенностью, еще один сюрприз будет не лишним. Предлагаем вам удивить родственников, друзей и знакомых вкусными подарочками, настоящими имбирными пряниками, которые вы же и расписали. Новогодний пряник станет хорошим подарком, например, если он делается для бабушки, может быть, для папы, также для любого родственника. Либо потом, когда глазурь подсохнет, его можно будет повесить на елку, как обычную елочную игрушку. Потому что такая традиция существовала очень давно. Раньше украшали имбирными пряниками и даже елочки. Поэтому мы сейчас даже немножко вспоминаем про давно забытые традиции. Как вы стесняетесь брать в руки кондитерский шприц и думаете, что у вас ничего не получится? Выкиньте эти мысли из головы и просто отпустите свою фантазию. А в помощь вам мастер-класс от Юлии Пурынзиной, который она проводит в творческой мастерской Лофт Среда. Рецепт пряничков найти несложно, а вот расписать их целая наука. Но стоит начать ее постигать, будьте уверены, не остановитесь. На мастер-классы к Юле приходят целыми семьями и всем она дает простые, но важные советы. У пакетиков открыты носики. С одной стороны есть. То есть небольшим нажатием вы видите, что глазурь у нас бросится наружу, на пряник. Мамы и их дети поначалу переспрашивают у мастерицы, что да как делать. Но поняв принцип росписи пряничков, углубляются в работу. И в итоге получаются настоящие шедевры. Можно самой придумывать, как можно раскрашивать. Я выбрала все цвета. Красный, синий, зеленый, белый. Мне понравилось то, что можно рисовать и фантазировать свое. А в сторонке от участников мастер-класса спряталась от лишних глаз Вероника, дочка Юлии. В советах от своей мамы-мастерицы она уже не нуждается, потому что на ее счету уже не один кулинарный шедевр. А вот ты знаешь, что нужно сделать, чтобы пряничек получился такой красивый? Расскажи нам, пожалуйста. Можно только фантазию иметь. Большую именно. У тебя большая фантазия. Понятно. Ты знаешь, как сочетать цвета вот здесь, в глазури? Ну, в принципе, да. То есть можно сочетать красный с синим. Хорошо сочетаются цвета. И красный с белым тоже очень хорошо. Ну, у тебя здесь настоящая палитра. Фактические краски. Вероника и сама вполне может дать советы тем, кто постигает азы кондитерского мастерства. Вот именно дети, чтобы нос у этого самого... Карнетика. Карнетика? Да, карнетик он называется. Понятно. Был не очень большой, но не очень маленький. И чтобы все было аккуратно. Аккуратно надо подходить к этой работе. Очень вдумчиво. Очень осознанно. В преддверии Нового года, самого сказочного и семейного праздника, пряники станут хорошим подарком. Главное, не стесняться расписать их, как душа велит. Ведь именно полет вашей фантазии сделает этот подарок самым неповторимым и самым душевным. Создравляем всех с Новым годом. Желаем вам сладкого Нового года, вкусно пахнущего Нового года. И очень радостно. С Новым годом!